В одном из роликов я как-то рассказывал, что каждый день стараюсь проходить по 15 километров. И вот эти 15 километров я где-то иду, где-то бегу, насколько позволяет здоровье, не по ровной дороге, а по пересеченной местности. Для этих прогулок у меня есть специальная трекинговая обувь с очень жесткой подошвой. Потому что в тех местах, где есть выступающие корни деревьев или камни, в обычных беговых кроссовках ходить тяжело, а бегать вообще невозможно. Если в обуви с мягкой подошвой с разбегу наступить на острый камень, то травма тебе гарантирована. А к чему я вообще все это рассказывал? Наверняка вы все слышали про Древний Рим и про то, что Древнеримские легионы завоевали практически всю Европу, часть Азии и Северной Африки. И наверняка в школьном учебнике истории вы видели картинку, на которой изображен Древнеримский легионер. Да и в исторических фильмах тоже на самом деле показывают очень часто. А вы обращали внимание, что на ногах у Древнеримского легионера кожаные сандалии, такие же, как вы видите на картинке внизу экрана. Я вполне допускаю, что ноги у них не мерзли, потому что свои походы они совершали в теплом климате, но ведь кожаная подошва очень быстро стирается. Еще совсем недавно, когда не было прочных полимерных материалов, из которых изготавливают подошву современные обуви, на кожаные подошвы набивали металлические набойки. Но на подошву этих сандалий ведь даже набойку не набьешь, потому что у нее толщина меньше сантиметра. Да через несколько километров по каменистой местности эта подошва протрется до дыр. А кроме того, в этих сандалиях нога вообще не защищена. Да, ударился пальцем о камень или о выступающую корягу, или наступил на что-то острое, и все, ты дальше идти не можешь. И честно говоря, мне не очень понятно, как римские легионы могли заевать чуть ли не полмира, как нам в этом рассказывают. Ведь в такой обуви они бы до туда просто не дошли. Я уже не один раз говорил, что в теории все выглядит гораздо проще, чем оказывается на практике. Если кто-то считает, что у меня нет оснований для того, чтобы ставить под сомнение слова историков, попробуйте сами, даже в современных сандалиях, совершить по перчиненной местности марш-бросок хотя бы километров 10. А потом посмотрите, что будет с вашими ногами.